Непривычно многолюдно ранним субботним утром на территории Видновского специализированного дома ребенка. Сотрудники учреждения, представители областной госжилинспекции, члены общественных организаций и просто активные жители собрались здесь на субботнике «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе». Все в прекрасном настроении, в руках саженцы, инвентарь. И работа закипела. Этот субботник еще один повод помочь данному дому. И самое главное помочь, чтобы наши детки, потому что мы не разделяем детей, свои и чужие, жили в таких комфортных, безопасных условиях. И выходя на прогулку, они бы видели чисто уютный двор без листвы, видели красивые деревья, которые мы сажаем. Госжилинспекция, которая курирует Видновский дом ребенка, регулярно оказывает помощь своему подшефному учреждению. Так, в прошлом году высадили аллею деревьев. И на этом субботнике она пополнилась новыми саженцами. Воспитанников дома ребенка будут радовать вишни, яблони, груши. Кроме того, с территории была убрана листва, очищены газоны, дорожки от мусора, вымыты игровые площадки. Работаем мы с энтузиазмом. Коллектив у нас дружный, сплоченный. И всегда мы с большим удовольствием работаем. Субботник для нас это многое значит. Частота, в первую очередь, для детей. Порядок. Каждый человек в своей жизни должен посадить минимум небольшой парк. Не говорю про лес. Обязательно нужно помогать. Очень много сейчас с экологией у нас большие проблемы. Обязательно деревья сажать, а тем более в таких учреждениях. Одним из масштабных мест субботника в Видном стала березовая роща в районе улицы Ольховой. Любой желающий мог выбрать занятие по душе. С собой не надо было ничего приносить. Грабли, лопаты, перчатки, ведра и, главное, мусорные мешки предоставлялись организаторами. Среди участников субботника были люди разных возрастов. Приходили как поодиночке, так и целыми семьями. Всех объединяло горячее желание сделать свой город чистым и благоустроенным. Хочется, чтобы наш город был красивее, чище после зимы. Мы не первый год с ребенком уже. Она мне даже сказала, это наш папа с тобой традиция. Мы ходим на субботник. Субботник. Скажи, ты сама предложила папе прийти сегодня? Ну да. Хочу, чтобы после весны еще лучше выглядела наша природа в городе. Нам нужно очистить нашу планету, потому что мы здесь гуляем каждый день. И нам гораздо приятнее было бы делать это в чистоте. Мы это делаем для себя, для своих детей, для будущего. На помощь местным жителям пришли представители госструктур. Раду глаз в том, что вышло очень много народу, очень много местных жителей для наведения порядка и чистоты на данной территории. Мне осталось в стороне также и наш территориальный отдел, также наши сотрудники вышли на субботник, чтобы внести свой вклад в уборку данной территории. Отрадно, что с каждым годом все больше людей принимает участие в субботнике. Это стало популярным событием, фактически праздником, приходить на который значит любить и уважать себя, своих соседей, свой город. Это хорошая, добрая традиция. Я думаю, что мода на чистоту, идеология чистоты должна преобладать не только в нашем районе, но и во всем нашем Подмосковье, как и в нашей огромной стране. Лучший итог субботника – это чистые леса, это вымытые дороги, это посаженные новые деревья, приведенные в порядок скверы, ну и, конечно же, мешки, которые мы соберем, должны быть вывезены. Всего в Ленинском районе общими усилиями высажено 800 деревьев и кустарников, приведены в порядок 120 дворов и детских площадок, убраны 30 зон отдыха. С территории муниципалитета вывезено более 6000 кубометров мусора.